Мы на месте. Мы приветствуем Агату. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам в свой биополе на период сеанса. Доверит. Что-нибудь мешает сканированию? Фата на ней. Ободок и фата вниз закрывают лицо. Хорошо, сел. Моего намерения снимают у фату, разрезают этот ободок. Ободок и фата идут в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Агаты, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скеннер сканирует все 7 тонких тел Агаты, находит все. У меня 3 интерферента. Лизард. Лизард. Инкуб. Иджин. Иджин. Какой джин? 2378. Сколько ты находишься в этом биополе? Синий джин? Нету 2 месяца. Скоро будет. Уже не будет, если ты здесь находишься. Вопрос, что будет с тобой. На что ты зашел и почему ты присутствуешь в этом биополе? Он показывает от него, к ней идет нитка. Он за эту нитку, как будто он придет, он скручивает ее, тянет с нее денежный поток. Как деньги себе собирает этой энергии. Без ее согласия. Джин, мне кажется, ты сейчас хочешь оставить в этой соседней клетке свою челму, все свои магические артефакты, кольца, серьги, золотой сосуд и сосуд, в который ты передвигаешься. У тебя есть желание это все оставить здесь? И таким я тебя отпущу. У меня есть желание. И вот таким я тебя отпущу в твой мир. Зачем так пугать бедного Джина? А почему я тебя пугаю? Я тебе просто говорю то, что будет. Ты зашел без всякого контракта, тебя никто не приглашал в биополе человека. Ну как же, как же не приглашал? Столько желаний было озвучено, столько надежд. Как это без Джина может случиться? Какие желания были озвучены? Мне кажется, ты сейчас что-то... Денежки, денежки. И как она просила, кого она просила об этой прибыли, о денежках? Как это было? Отчаяние у нее внутри, страх. Материальный, да? Неуверенность. И с этими эмоциями она выдает эти желания. Понятно. А кто их слышит? Тот, кто ближе всего находится в матрице к ней. Это мои эмоции, это мои вибрации. Ты усложняешь. Неуверенные желания. Неуверенные желания. Не до конца понятые, не от души. Хорошо. Ожидание чуда. Ожидание прибыли. Ожидание прибыли. Оставим пока на этом месте. Сколько находится инкуб в этом биополе? Две недели. Ну, а ты как зашел? Он говорит, что он уже опоздал. Можно было и раньше. Твоя фото, а твой ободок? Да. Ну и как ты? На какое желание ты зашел? Приглашал тебя кто-то? Что тебя притянуло в это биополе? Обида. Обида у нее. А я успокоил. Обида у нее. Я полагаю, это обида на присты для мужского пола, да? Какого-то. Понятно. Я не знал, что инкубы приходят на обиды. Видимо, здесь обиды. Нужно успокоить. Успокоил. Обиженное тело. Все понятно, хорошо. Элизард, а ты что здесь делаешь? И сколько ты находишься в этом биополе? Элизард эмоционально ее как раз разогревает. Конечно. Усиливая любые эмоции в несколько раз. Итак, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Полтора месяца. Полтора месяца. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Агаты спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Выстраивается также канал к артефактам инкуба. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии. Откат всех негативных программ негативных мысли форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Агате. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Джин, ты присутствуешь в квартире? Нет, никто в квартире не присутствует. Понятно. Значит, они где-то вне квартиры подловили. Мы говорили о важности эмоционального состояния и контроля эмоционального состояния. Конечно, такие злоба. Здесь отчаяния больше. Реверс закончился. Больше отчаяния, но притягивает таких сущностей. Устанавливаю фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Агата забирает все чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Агата себе обратно. На хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Готово. Хорошо, начинаем с вытаскивания. Выходи, лизард, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, забирай все свои энергии, возвращайся назад. Но он как лепестки собирает свои какие-то установки там, их всего три. Еще не разложено все до конца. Несколько он только эмоций дергал. Было бы хуже, когда он достроил все. Идем дальше. Инкуб, осталось что-нибудь на твоей чистоте? Да, осталось. Выходи, вытаскивай все, что осталось, возвращайся назад. Что там осталось, Вера? Поводок. Поводок. Да, от шеи идет поводок. Ну да, ободок мы сняли, а поводок остался. Хорошо. Снял. И джин, втягивай всю свою пыль, свою веревку, отключайся полностью, чтобы и следа твоего там не было. Готово. Даю команду на рассихронизацию Агаты с лизардом, инкубом, джином. Пошла рассихронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включай внутреннее белосвет Агате, этим светом она выдалит, и все негативное патогено низкоабрационное чужеродное, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Да, и шар. Открывай под ним воронку, в галактическое ядро уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия стигнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывай воронку в галактической дроне, улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Итак, проверку прошли. Первый раз я вас отпускаю, джин, инкуб, лизард. Второй раз такого не будет. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте джина, и джин уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Есть. Открывается внизу портал на чистоте инкуба, инкуб уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте лизарда, он уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Под артефактами инкуба открывается воронка в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Посмотри, сколько энергии нужно Агате и какая чистота вибраций? 390 и 24. На счет 3 макушку головы Агаты начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибраций поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Агата, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас вам немного энергии, и мне радостно от этого. Вы должны контролировать свое эмоциональное состояние. Обязательно выдавливать. Если при первом каком-то негативно-неприятном чувстве представляете, что этот шар выходит, и вы его сбрасываете, открываете воронку, закрываете воронку после того, как сбросили, и так вы освобождаетесь. Если в эти мысли вас много, этих деструктивных мыслей, то сущности их видят, и они приходят. Как у вас проблема с деньгами, пришел Джин и усилил эту проблему еще в несколько раз. А Лизард, который сидел, он все ваши эмоциональные чувства увеличивал от 5 до 7 раз, не говоря уже о инкубе. Хорошо, контролируйте себя, это очень важно, и пользуйтесь нашими рекомендациями. Мы будем возвращать вас назад. Возвращаем тонкую копию Агата в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Активируем я Меркабу. Активируем в ее биополе Меркабу. Активирована Меркаба. Она ее ставит как защитный щит, не понимая, что Меркаба изнутри ее энергиями защищает. Вы должны Меркабу не снаружи ставить, а изнутри она должна выходить из вас и формировать вокруг вас защитное поле. То есть не снаружи, а изнутри. Надеюсь, Агата поняла. Готова. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.